Дом постройки середины 50-х годов даже снаружи выглядит как инвалид первой группы. Несколько лет назад один из подъездов укрепили опорами, отчего стало только печальнее. В каждой квартире множество проблем. Полы проваливаются, стены покрываются трещинами, потолки грозят рухнуть на голову. Семья Алишиховых, в которой четверо детей, два года назад поселилась в одной из комнат 11-й квартиры. Продавцы уверяли, дом аварийный и в скором времени их переселят. Но даже упавший на маленькую сакенат потолок не заставил администрацию поселения действовать. Я уборку делала, ребенок тут сидел, игрался. Прям потолок на нее рухнул. Она вот в этом месте была, а она как бы оттуда и в этот угол. Меня вызвали в администрацию, говорят, ну как бы нам предложили духовную квартиру. Сейчас, маме, подожди. Там в квартире ничего нету, ни света, ни умывальника, ни печки. Говорят, там обустраивайте сами. И здесь потихонечку сделайте, а через месяц переселяйтесь обратно. Для многодетной семьи ремонт потолка задача непростая. Хотя, согласно жилищному кодексу, ремонт в своей комнате Алишиховы должны делать сами. Житель этой же коммуналки Павел Кривозубов говорит, проблемных мест в квартире множество. В ванной треснула стена, в прихожей стены тоже держатся на честном слове. Дом осел настолько, что до земли под полом всего-то сантиметров 30. От этого квартира часто испытывает нашествие муравьёв, клопов и блох. Правда, сказать, что управляющая компания совсем ничего не делает, нельзя. Туалет, ванная постоянно заливала. Как вечер, всё, все приходят. И у нас всё, первый этаж поплыл. Всё через унитаз, выходит, вот здесь. Вот жаловались там, вот пойдём в подвал, трубу выбьем, всё, в подвал стекает. Вот, ну как бы, а потом сделали. Капитальный ремонт в доме не производился ни разу. Жители уверены, дом в аварийном состоянии. Но официально он пока аварийным не признан. Администрация муниципального образования сельской поселения Развилковская, рассмотрев коллективные заявления жителей дома 5, посёлка Развилка сообщает, что принятие решения о признании дома аварийным и расселении жильцов не предоставляется возможным в настоящее время по причине отсутствия свободного жилищного фонда. В данном случае, я считаю, ещё раз говорит о том, что необходимо в нашем посёлке продолжение реализации муниципальной адресной программы, о которой все уже давно говорят. Она принята у нас в 2012 году. И я надеюсь, что больше таких случаев у нас уже выпивающих не будет. То есть программа реализуется. И я надеюсь, что уже это будет последний случай, который произошёл у нас на старом посёлке. Муниципальная адресная программа, о которой сказала Вера Маркина, позволит переселить жителей всего старого посёлка в новые дома. Первый дом будет сдан уже к концу 2016 года.